Еще одна новость, которая сегодня вызвала нервную реакцию украинских властей с предложением, идущим в разрез с генеральной линии, выступила депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире местного телеканала. Она заявила о том, что украинцам и жителям провозглашенных ДНР и ЛНР нужно попросить друг у друга прощения, и прежде всего у матерей, которые потеряли детей в ходе военного конфликта. Нам возможно придется просить прощения, невозможно, а точно. Надо просить прощения и прощать, иначе мир... У кого, вы считаете, нам нужно просить прощения? Когда я была в тюрьме, одна женщина написала мне письмо. У нее был единственный сын, который ушел на войну и погиб за Украину. Она сказала, что может понять женщину, потерявшего своего единственного сына с той стороны, ЛНР и ДНР. И она сказала, нам нечего больше делить, у нас больше ничего не осталось. Вот у этой матери, которая потеряла сына с той стороны, я готова просить прощения. В парламенте на это предложение отреагировали словом «приплыли». А в МВД Украины Савченко вообще назвали троянским конем Москвы, якобы внедренным с помощью средств массовой информации. Так написал на своей страничке в соцсети советник министра внутренних дел Антон Герасченко. Зачем российские СМИ и суд целенаправленно раскручивали Савченко? Странно, не правда ли? Теперь, похоже, ясно. В сознание украинцев Путин внедрил троянского коня. Герасченко также заявил, что не собирается просить прощения, как он выразился, у оккупантов и террористов. Так он назвал ополченцев Донбассом. Напомню, Надежду Савченко судили в России на 22 года тюрьмы за причастность к убийству в Донбассе двух наших коллег, журналистов ВКТРК. Май этого года она была помилована указом Владимира Путина, вернулась на родину.